Друзья, всем привет, с вами Corvid. Мы находимся в новиночке. Игра под названием Star Deus. И это максимальный клон, максимальная игра, которая копирует RimWorld. То есть, я много, на самом деле, поиграл в клонов RimWorld, но вот это прям вообще в наглую просто взяли ее и слезали. Я не знаю, насколько она будет лучше, но здесь смысл в том, что мы будем развиваться не на планете, а на космическом корабле в космосе. Подобных игр вообще очень много, но когда я говорю о том, что RimWorld слезали, ну вот прям вообще максимально слезали. Вот, то есть, это вот как будто какой-то просто мод для RimWorld, который, ну, типа в космосе. Это не совсем плохо. Я не говорю, что слизывать игры в наглую, там, как-то копировать их, это прям плохо. Если ты создаешь какую-то игру, которая похожа на другую, и она лучше, то почему бы и нет, да? То есть, разработчики той, получается, игры, с которой слезали, им стоит задуматься, почему они тогда не сделали эту игру такой хорошей. Вот, сегодня мы посмотрим на этот Star Deus. К сожалению, русского языка здесь нет, но игра еще находится в стадии очень сырой, так что здесь еще очень много чего будет меняться, очень много чего будет выходить. Давайте начнем новую игру, посмотрим, насколько вообще интересно в нее играть. Я оставлю все по дефолту, вообще ничего не буду менять, просто нажмем Start Game. Так, загрузка чего-то там, 3, 2, 1. Ага, ну, то есть, какой-то сюжет есть, я понял тебя. Это все я читать не буду, потому что это все тысячу раз еще изменится. ВСД. Так, у нас идет обучалка даже, нифига себе. Ладно, хорошо. Колесико можно зумить, окей. You can toggle время на 1, 2, 3 менять. Хорошо, удобненько. F1, ага, то есть, всякие различные настроечки. Ну, я понял, F1, я понял. Хорошо. Так, и что, ну, а, типа мне, мне надо все это прокликать, я понял. Below overlay, close notification. Information, информация. Ну, я понял, а как тебе закрыть? Ага, вот, все. Так. When even trigger clicking... Та-та-та-та-та-та-та. Нажмите на иконку. Ага. Левую кнопку мыши. Выделяем объект. Кодекс у нас есть. Ship computer. Это где у нас? Ну, так, блин, вы мне подсвечивайте хотя бы куда кликать. Ага, вот, все. This research. Есть исследование. Давай посмотрим вообще, насколько большое тут древо. Но оно, видишь, пока маленькое, то есть тут нету дальше веток. Это как раз таки из-за того, что версия игры еще пока очень сыроватая. Потом вот эти все... А, слушай, ну нет, как бы даже для сырой игры все равно достаточно много здесь, чего можно изучать. Но мы чуть попозже посмотрим, что тут именно конкретно есть для изучения. Изучаем энергию сейчас. Правой кнопкой мыши. Это типа переход назад. Open deconstruction. Order deconstruction. Так, сейчас, ребят, я буду немножко разбираться. When... Так, подожди. Selected. Repair. Ага, вот эти части нужно отремонтировать, я так предполагаю, да? А кто их будет ремонтировать? У меня есть люди или кто? Вот Energy Research. Бла-бла-бла. Energy Research to complete fast... А, все, я понял. А, ну да, здесь какие-то роботы, смотрю, тусуются. И они тут почему-то начинают разбираться. А, я ж тут... Да, я ж тут нажал, чтобы они это разбирали. А зачем? Это ж типа пол такой у меня стеклянный. Я правильно понимаю? Может быть, мне был нужен ресурс? Так, исследование энергии завершено. Я могу построить... Что я могу построить? Matter reactor какой-то. Matter reactor. Ну, давай где-нибудь здесь его воткнем. Free Selection Mode. На правую кнопку мыши. Ага, все, я понял. То есть, на правую кнопку мыши мы как бы отключаем то, что у нас сейчас находится. На левой кнопке мыши выбранное. Объединение construction. Подождите, пока построится. Хорошо, я жду. Так, построили. Так, подожди. А я управляю роботами? А у меня люди будут тут вообще какие-нибудь? Matter reactor. Так, вообще, это похоже на здоровенную космическую станцию, в которую что-то попало. И типа все нахрен взорвалось. Возможно, я сейчас буду потихоньку отстраивать. То есть, сначала вот здесь, потом буду потихоньку переходить на другие элементы этого космического. Ну, или может это какая-то космическая станция была, не знаю. Так, теперь нам нужен какой-то коннектор. 8 сокетов, your device, connect device, 20. А, ну это типа, я понял, это как условно розетка, короче, которая будет у нас все раздавать вот в этом радиусе, да? Ну, окей, поставим ее где-нибудь здесь. Правую кнопку мыши, пускай ускоримся, чтобы ее быстрее построили. Окей, построили. Хорошо. Дальше что у нас? А оно никак не работает, оно почему-то энергию не производит. Так, let's learn fuel network distributed spread data connection. Computer to continue. Energy node. Connection. А, вот, все, присоединили, получается. То есть, мы выбираем ту постройку, которую нам нужно подключить, нажимаем подключить, и она подключается. Теперь мы выбираем коннектор. Manager connection. Вот, мы смотрим то, что у нас подключено сейчас. Подключено, дверь у нас подключена, батарея. Стеклянный пол, да, это все правильно. Подключить 11 устройств. Вот, смотри, заработало что-то, у нас какой-то появился свет, какое-то освещение. After connection warning. Окей. Так. Enable. Вот, у нас показано, получается, где что подключено, да? Вот отсюда, вот, здесь дверь подключена, тут что-то подключено. We'll close our relay. Так, хорошо. Ну, в принципе, с этим-то все понятно. То есть, как что подключать, это-то все как бы понятно. А, смотри, здесь, чтобы вот эта штука работала, производила, видимо, электричество, да, нам нужно топливо. А в качестве топлива можно использовать steel plate, металлические пластины, ну, или типа стальные какие-то пластины. Или, или, или он будет производить эти, нет. Вот, он их, получается, вырабатывает. Это у нас именно реактор. А это, судя по всему, да. То есть, вот это у нас реактор, условно, генератор, а вот это у нас аккумуляторная батарея, которая запасает себе энергию. Опять же, по аналогии с RimWorld'ом. Но только в RimWorld'е не было вот таких вот башен, к которым нам нужно было подключаться. You work need energy to... Так, подожди, вот это надо, что это такое? Что это высветилось? Я хочу это выключить. Во. Пристав charge... Tip search... Need some energy to... Use quick search to find charge station. Ну-ка, давай посмотрим. Charge... Ой. Charge station. Вот. Прикольно, слушай, есть этот поисковик через таб. То есть, тебе что-то надо, ты нажал на таб и нашел конкретно то, что тебе нужно. Этого порой, ну, прям очень сильно иногда не хватало в RimWorld'е вот такого поисковичка. Но это вот именно штука для зарядки, видимо, моих роботов. Ну, давай где-нибудь здесь поставим. Одну ж мне нужно поставить? Ну, вроде как одну. Так. Так, это мы все убираем. Это я все понял. Use connector to station link connector. Так, присоединить, да? Теперь мне это дело надо. Присоединить вот это. Подожди. А, вот так, да? Или как оно делается? Во, вот так. А, максимально. Подожди. Так, а там максимально 8. Use connector to station connector. Select charge station. Ага. То есть, если забито, сначала надо что-то отключить. Переходим в менеджер. Здесь вот смотрим, у нас пол почему-то за это. Он, я не знаю, он, видимо, дает какое-то освещение. Стеклянный пол вот это, да? Давай-ка мы его отключим. А, у меня туда вообще пропадает свет. Эээээээээээээээм. Ладно, я подключу этот, отключу вот этот. Во, вот так уже получше. И подключим мы с вами вот этот church station. Все, я подключ... Мне сказали good luck. В смысле, блин, good luck? Я ничего не понял. Мне... Алло? В смысле, блин, good luck? Так, у меня не стоит сейчас никакое исследование. Давай посмотрим, что тут у нас есть вообще по исследованию. Поставим на паузу. Так, биотех какой-то есть, да? Здесь у нас открывается survival meal, автокухня, мини-грядки всякие. Здесь у нас одежда открывается, гигиена, переработка какая-то, еда, базовый компьютеринг, оверклокинг, сканинг, шип-контрол. А где люди? Я понимаю, что здесь роботы, а где люди? Ладно. Поставим, допустим, на изучение... Ну, что у нас тут? Ну, пускай компьютеринг, наверное, диск-модуль, мемори... Ладно, давайте этот биотех пускай у нас изучается, потом будем изучать тогда что-то другое. Окей, ставим среднюю скорость игры. Давай смотреть, значит, нам надо что делать? Нам надо, видимо, тут как-то все ремонтировать. Возможно, чтобы тут был кислород, чтобы все у нас было хорошо. Селекшн. Можно что-то по цвету выделять. Вот есть какие-то постройки. Фурнитуры, структуры, двери, полы, floor frame. Ну, полы, наверное, я думаю, вот здесь же стоит правильно сделать полы. Тут у нас пол из стекла сделан. Здесь вот эту часть, мне кажется... Куда вы полетели? А, они полетели за ресурсами, да? Киловатт, пик. Так, там что-то у нас по энергии какая-то, по-моему, беда. Ну, вроде бы... Смотри, вот он, робот, заряжается. А как его именно посмотреть? Вот это он и есть, да? Здорово. Ну, у него все нормально. В любом случае, это роботы. Я думаю, что... У них, типа, все будет окей. Хорошо. Мы тогда разберем вот это, наверное. Так, подожди. Repair. Deconstruction. Вот, deconstruction. Вот это вот все сделаем. Deconstruction. И вот здесь вот тоже сделаем. Deconstruction. И из этого мы, наверное, тогда... Ну, получается, возьмем, типа, ресурсы. Вот. То есть, вот это мы все разберем. Чтобы сделать, ну, хотя бы одну такую полноценную комнату. Чтобы это не смотрелось, как будто какой-то тихий ужас. И вот здесь тоже мы тогда вот это все сломаем к чертям. Вот. Чтобы взять отсюда ресурсы. Потому что ресурсы у нас, как бы, это... Да, не бесконечные. Здесь вот тоже какие-то ресурсы валяются. Тут бы еще дверь бы какую-нибудь забубенить. Мне кажется, не мешало бы. Так, это энергия. Это у нас facilities какой-то. Storage unit. А, подожди. Worker will connect. How raw material can be configuration except... Ни хрена себе здоровена какая бодяга. А там робот какой-то тусуется. Да, так это... Это типа склад у меня такой? Storage unit. Как будто это какой-то склад. Не знаю. Есть уже мебель, но нет людей. Очень странная тема какая-то получается у нас. Так, ладно. Вот это мы тогда сломаем. И на месте этого построим потом дверь. А стены мы сделаем, ну, вот где-то как-то, наверное, вот так. Пускай будут стены. Так, там еще полы тоже надо будет ломать. Знания. Может быть, люди потом к нам сюда, типа, прилетят. Такие, о, а тут интересная база. Буду кояко жить здесь, наверное. Biotech. Increased electric production. Accurate explosion. Так, ну, у меня проблемы с энергией, да? Я так понимаю. 15 киловатт. Fuel 6 из 10. 8 из 8. Ну да, типа, мало чего подключено. То есть, надо... Flick construction. Как-то, а я не знаю, можно как-то апгрейд сделать? Или мне просто надо еще одну такую штуку поставить рядом? Электрическую. Connector. Steep lane gears. Device in 20 titles. Ну, давай еще одну поставим вот здесь. Я на самом деле не знаю, правильно ли я что-то делаю. Так, коннектор. Material reactor. Так, а как, блин, это... Запятать-то его... 1. А почему тут 1, а не 8? Мне, видимо, еще нужны такие генераторы. Менеджер коннекшен. Вот, все, мы, получается, подключаем, что возможно. У нас немножко больше появляется здесь освещение. Хорошо. Ну, вроде бы, все, что надо тут запитано. Давай, ладно, ускоримся. Пособираем пока вот эти вот все ресурсы. Я не вижу просто, чтобы у меня были, знаешь, какие-то показатели там еды. Блин, музыка прям... Ну, вот прям четко с римворлда скопирована. Температура. Инвентарь можно посмотреть. Количество ресурсов. Достаточно много пока. Но у меня все ресурсы такие, типа... Всякие там железо, вот это вот все. Я в плане, что органики нету никакой. Так, это что у нас? Слиппинг-под. Пэт-болл для животных что-то есть. Стил-вард-броб какой-то. Кровати присутствуют, да? Хорошо. Давай сделаем вот эту штуку. Я надеюсь, что это что-то типа сборщика ресурсов. Заодно посмотрим, что это такое вообще. И как оно будет себя вести. Как оно будет ли оно вообще работать или не будет. Они куда-то ресурсы таскают. Такое впечатление. Есть вентиляция. Но вентиляция как бы нам тут особо нераляет ничего. Хорошо. Я думаю, что стоит, наверное, как-то позакрываться, да? То есть, чтобы у нас, ну, были закрыты какие-то от космоса помещения. Вот здесь почему-то. Wall. Tasking and searching grounded wall. Девчонки. Так, что-то там не так. Construction 1. Steel plate. Почему-то они могут построить. И здесь тоже почему-то, да? А, не. Во. Все. Строится. Все нормально. Вот здесь почему-то только они могут построить. Может быть, там типа пола нету. Может быть, это строится на полу. Ну, вот можно что-то, например, отремонтировать, да? Но ремонтировать я сейчас ничего не хочу. Я хочу именно построить. Да, мне нужен пол, чтобы построить стены. Стены у нас строятся на полу. Ну, это, наверное, логично, да? Что у нас стены строятся на полу. Давай тогда сделаем пол какой-то. Floor. Такой floor. Ну, давай вот этот сделаем. Вот так. Здесь пол. Здесь нам нужен пол. Где-нибудь вот здесь делаем пол. И, наверное, здесь, да? Да нет, там вроде бы пол у нас имеется. Что вот это такое за кабеля? Почему их нету на вот этих стеночках? Тоже пока интересно. Но я думаю, что потихоньку будем со всем с этим, ребята, разбираться. В целом, игра пока нравится, но немножко непонятно, почему роботы, где люди и что вообще делать-то. Кот, клининг-бот, человек. Что, блин? Я просто разместил человека. А, это, фу, я понял. Это, короче, этот, господи, меню разработчика, типа, да? Оператор. А как тебе убить? Я хочу от него избавиться. А, ну, он так, сам по себе сдох. Я тебя понял. Ну, сдох он, по всей видимости, из-за того, что тут кислорода нет. Наверное. Оксиджен. Ну, да, видишь, тут, типа, вообще его нету. Ну, либо, может быть, там холодно. Тоже, как один из вариантов. Так. Скопировать конфигурации. Хау. Так, парни, а чё так медленно стройка-то у нас идёт? Вот этот вообще почему-то робот стоит, ничего не делает. Storage, склад. Так, а чё у нас вот это за здание-то? Оно вроде бы работает. То есть, оно к энергии запитано. Storage, setting, hall, priority. Storage, это что такое? Так. Ну, не знаю, склад, типа, пустой. Похоже, что это просто какой-то склад. Возможно, что-то сюда, какие-то ресурсы можно таскать. Codex Entry. Что за Codex Entry? Storage Unit. А, ну, это, типа, можно почитать, что-то такое. Ну, вот он что-то сюда принёс, кстати. А чё ты сюда принёс? Можно посмотреть, что ты сюда притащил? Стекло он сюда, смотри, притащил. На склад. Ну, окей. Почему вот здесь вот не строятся полы? Not research required material. Как будто какие-то материалы не изучены. Оператор умер. Да, я понял. In this electric produce. А здесь построили, смотри. Возможно, нету ресурсов, чтобы достроить вот эту стеночку. Construction Steel Plate. Ну, Steel Plate-то у меня должно быть прям миллион. Вот это же, по-моему, Steel Plate. Да, вот он. Скорее всего, просто надо подождать, чтобы они как-то их взяли, наверное, эти ресурсы, принесли сюда. И тогда можно будет спокойно построить. Ну, хорошо. Давай тогда продолжим. Там, где я что-то смогу построить, мы это построим. Так, берем стеночку, делаем вот таким образом. Вот здесь вот так все закрываем, чтобы все красиво было у нас вот так вот. И все, здесь тоже. Оп. 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 И здесь. Оп. Вот так вот. Все, отлично. Это похоже на вентиляцию, вот эта штука. Да, это вентиляция. Но зачем нам вентиляция с космосом? Это странно, конечно. Какая-то такая хренатень. Поэтому вот это сломаю. А, подожди. Ну, ладно. Пускай сломаю тогда и вот эту стеночку тоже. Вот здесь, это что у нас? Это дверь. И здесь, опять же, вентиляция почему-то в космос. Вентиляция в космос, это как бы крайне неприятная ситуация. Это нам не надо здесь, чтобы было. Здесь тоже вентиляция. Это все надо удалить. Вот. Ну, и, наверное, тогда деконстракшн, ну, какие-то вот эти вот места, наверное, надо, мне кажется, деконстракшировать отсюда, чтобы забрать ресурсы. Хотя, в принципе, ресурсов-то много. Просто мне кажется, что это, типа, время. Может быть, из-за времени они так долго работают. А мне вообще почему-то кажется, что у меня роботов стало как-то меньше. Один, два, три, четыре. Так, у меня исследовалась новая технология. Новая технология. Давай сделаем вот этот компьютеринг, наверное, изучим тоже, посмотрим, что из этого получится. Так, правой кнопкой выходим. Ивенты. Clear all. Так, хорошо. Increase electric produce. Надо построить больше штук, которые производят электроэнергию. То есть, мне надо построить, судя по всему, вот такие матер-реактор и еще больше, да? Ну, давай еще один поставим где-нибудь. Вот здесь пускай. А, здесь я почему-то не могу его поставить. Ну, давай здесь тогда поставим. Хорошо. Так. Ну, производство идет. Ремонт тоже движется. Роботы потихоньку что-то там делают. Что-то делают, что-то где-то ездят. Человек. Так. Эдгар, оператор Рот. А как избавиться от этого трупа? Трупа. Ну, хотя, с другой стороны, типа, как от него избавиться? Его можно было бы скинуть в космос, чтобы он просто улетел. Но, наверное, это так не работает. Наверное, не работает это так. Странная какая-то музыка, странные звуки. Как будто что-то случилось очень страшное. Так. Фьюэл. Коннектор фьюэл. Фьюэл. Детали. 5 киловатт здесь осталось. Ням-ням-ням-ням. Объясните, я что-то... Я что-то забыл. А как сюда... Закинуть-то что-то, чтобы оно производило топливо. А, надо его, по-моему, как-то соединить. ЦПО, оператор. А, это, типа, главный компьютер у меня такой-то. Понял? Нет, так это не работает. Топливо стилплейт. Топливо стилплейт. Топливо стилплейт. Вот, все. Теперь это будет работать. То есть, по идее, сейчас вот этот робот должен привезти сюда стилплейт. Но он чуть разряжен, да, по-моему? Да, он поехал сейчас немножко зарядиться. Заправиться. И потом привезет, по идее, вот сюда стилплейт. А батарею бы еще как-то, наверное... Подключить. Так, 15 киловатт здесь есть. То есть, все вроде бы производится. Все так потихоньку подключается у нас. Потихоньку все ремонтируется. Появляются новые стеночки и так далее. И здесь у нас очень много... Ха, такие забавные, смотри. А, это не каска. Я думал, это каска, типа, вид сбоку. Они прям максимально собирают сейчас ресурсы. Так, а если отменить, например, это задание? Ну, то есть, это, видимо... Ну, пускай, ладно, сломают это все. В любом случае, там сейчас у меня всякое изучение идет, да. И здесь вот еще какие-то стеночки поломали. Вместо них надо поставить... Точнее, там сломали эти... Вентиляцию, да. И надо вместо них поставить стеночки. Вот здесь тоже все надо закрыть. Вот здесь вообще надо дверь поставить. Почему я ее не поставил? Ошибка. Connect to device. Connect to connector. Почему-то два девайса я не могу сконнектить. По-моему, не работает вот эта зарядка. Да, вроде бы, должна работать как бы. Так, а давай-ка я еще одну такую тогда поставлю. Еще одну заряжалку. Ну вот, она, получается, соединяется с вот этими. Давай попробуем вот так построить. Может быть, так будет работать. Пока очень все непонятно. И причем, знаете, вот непонятно не из-за того, что даже игра на английском языке, а слишком... Слишком гибкая. То есть, слишком много механик всяких непонятных. И ты такой, блин, а что это? Как это? Зачем именно вот это здесь? И так далее. Вот именно... Именно поэтому как-то немножко сложновато все это. Именно сложно для понимания. Но я думаю, что если вот посидеть именно, поиграть подольше, то я думаю, что все станет... Почему не могу здесь поставить стеночку? Здесь почему-то могу. Видимо, на стекле, да? А, нет, нет, блин, зачем я тут поставил стеночку? Тут дверь надо было поставить. Дурацкий робот. Дверь, вот. Ну и, наверное, здесь... Тут пишут... А, наверное, потому что сломано, поэтому я не могу здесь ничего построить. Потому что, видимо, сломано все это дело. Теперь, по идее, наверное, я могу. Билд. Стена. Вот, теперь могу. Видишь, то есть, она просто была сломана. Здесь дверь, кстати, не подключается. И все же комплит. Диск модуль. Мемори модуль какой-то. Но я, смотри, базу закрыл практически полностью. Daniel's Wright consumption level up 2. Daniel's Wright. У нас робот получил новый левел? Чего, блин? Тут роботы могут еще получать уровень? Давай отремонтируем все, что у нас тут есть на базе сломанное. Ну, вроде как вот-вот-вот типа и все. И построим, наверное, тогда еще одну вот эту штуку, чтобы запитывать электроэнергию. А может быть, это какие-то роботизированные костюмы, а в них сидят люди? А почему нет? Может быть и такое. Почему нет? Так. Ну, допустим, где-нибудь вот здесь я поставлю еще одну. Посмотрим, как она там запитается, не запитается. Ресурсы сюда таскают. Тут уже 93 ресурса. Может быть, как-то можно указать какой-то, я не знаю, приоритет. Вот, получается, наши роботы. Да, то есть один вот такой вот, который ездит по земле. И 4 летающих. Available tasks. Комнаты какие-то, да? То есть типа зоны selection. Walking difficultly. То есть посмотреть, где сложно ходить, где легко. План можно посмотреть. Even lock. Так, ну это нам не надо. Это нам не надо. Здесь в начале что у нас? Электроэнергия. Вот здесь почему-то запитывается мне ненужный пол. Как его отключить? Вот этот пол. Вот я, допустим, хочу отрубить вот эту хрень. Во, все, отрубили. Подсвечивается здесь один, подсвечивается здесь один. Подсвечивается здесь тоже пол, да? Делаем. Подожди, делаем. Вот так. Вот так. Все тут. То есть у нас вот это все сейчас запитано. И все это работает. Manager connection. All connect. Подключить все, что можно. Подключаемся ко всему, к чему можно подключиться. И вроде бы все вот именно так и должно работать. Тут тоже все подключено. Connect. Я могу подключиться либо к этому, либо к этому. Давай к этому попробуем подключиться. А, и типа и к тому, и к тому. Хорошо. Сюда закинули ресурсов, чтобы электроэнергия работала. Ну, вот как-то так. В общем, ребят, что хочется сказать пока. Incomments. Чего, блин? Storage capsule. Как ее взять? И как ее взять? Где мои роботы летающие? Починить, подобрать. Хм. Я не знаю, как эту капсулу взять. Я могу только выделить, чтобы они притащили... А, она типа просто упалась. А, вот, open capsule. Открыть капсулу. И что там в капсуле интересно будет? Автокухня. Диск модуль. Memory module. Наверное, вот такие штуки тоже надо построить. Ну-ка, давай-ка мы их построим. Посмотрим, что это такое вообще. Диск модуль тоже поставим. О, человек! Фига себе! Ну, он сейчас умрет скоро. Тут же, типа, холодно. И нету кислорода ни хрена. Вообще, ноль. Девять здоровья у него. Девять. Низкий кислород. А у меня нету ничего, чтобы кислород сделать, да? Мне, видимо, надо было что-то изучить. Что? Ресерт, чип, компьютер. Что? Энергии нету? В смысле? У меня почему-то энергия... А, эта штука упала и сломала вот эту хрень. Ты понял? Ёлы-материалы. Она упала и сломала вот этот столбик один. Дурацкая фигня. Да хватит, блин, куча ошибок. Так, где-где-где-где-где-где-где-где? Ставим еще один. Ребятки, срочно построите эту фигню. Во. Ну. А, они сломали. Блин, она сломала еще и этот генератор. Ёлки-палки. Вообще, все нахрен сломала эта фигня. Эта вонючая капсула. Которая прилетел человек, который уже, наверное, умер, да? Где он? Да, он уже дохлый валяется. Капец. Что происходит, блин? Просто сломала все. Ладненько, друзья. В общем, игра вот такая вот. Не знаю, понравилось вам или нет. Изучать тут, ну, еще много всякого надо на самом деле. То есть тут прям изучай. Изучай, не наизучайся. Если вам понравится, вы хотите продолжение, давайте 30 лайков наберем. Я продолжу изучать эту игру, смотреть на нее. В принципе, контента здесь очень много. Просто надо немножко разобраться. С вами был Коррид. Всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok